Наша тема сегодня называется «Поколение одно, а судьбы разные». Вот об этом хотел бы сегодня с вами поговорить. Хочу сказать, что я размышляю в последнее время над тем, что думаю, почему, посещая другие страны, вы знаете, что буквально на прошлой неделе и на этой неделе, я посетил Японию, в конце немножко вам расскажу больше об этой стране. Я посмотрел на вообще поведение людей, на отношение людей к жизни, отношение друг к другу, это момент, знаете, такого благоговения и уважения. Я так посмотрел, думаю, как много отсутствует у нас из этого. Как в стране в целом, так и в нас лично, в каждом. И вот я посмотрел, что же приводит к этому. И хочу вместе с вами сегодня об этом поразмышлять. Пусть Господь благословит всех вас, кто слушает, и меня на этом ищи проповедующего. Аминь. Всегда ли работает генетика? Конечно, не всегда. Конечно, не всегда. В одной семье могут быть богопослушные дети и богопротивники. В одной семье человек может быть успешным, примерным, и в этой же семье человек может быть, ну скажем так, абсолютно бесцельным, ничего не желающий, и даже быть преступником. В одной семье. Мы это встречаем в Библии, мы это встречаем из нашего личного опыта. Очень много такого происходит. Вы знаете, хочу сказать, что в последнее время, вот перед буквально пришествием Господа, Иисус приводит один такой пример. И я хотел бы вот прочитать пример, его сравнение, почему он это делает, и посмотреть, насколько этот пример, он сегодня, скажем, близок к нам. Матфея, 24 глава, 36 текст и ниже. Матфея, 24 глава, 36 и ниже. О дне же том и часе никто не знает. Ни ангелы небесные, а только один отец мой. Но как было во дни Ноя, так будет и пришествие Сына Человеческого. Интересно, что здесь Иисус сравнивает или проводит параллель в период больше, чем 2300 лет. Он возвращается в историю обратно, если мы берем от Нового Завета. Мы знаем, что потоп был в 1656 году нашей эры. И он приводит вот такой вот пример и говорит, слушайте, ну как это так? Точно такое же, скажем, беспечное отношение людей будет и в последнее время перед пришествием. И я думаю, что сегодня мы многие это наблюдаем. И он говорит, что подобная трагедия, которая случилась в жизни людей до потопного мира, она будет случаться и в наше время. Интересно отметить, что прогресс очень большой в науке и в технике. Очень большой. Когда возьмете современные вот эти вот игрушки, так мы их называем, да? Они просто поражают. Какой сильный прогресс. Мы не говорим за последние 2300 лет. Мы говорим за последние 100 лет. Какой большой прогресс, правда? А вот человек остается таким же. Он также подвержен злу. Он также подвержен добру. Он также хочет быть любим. Он также хочет любить. Человек не меняется. Он меняется, может быть, согласно атмосфере, в которую он попадает. Но в общем не меняется. Вот в этом сущность человека, что он вот такой вот, зависит от его выбора в жизни. И дальше 37 текст говорит. Как было во дни Ноя, так будет и пришествие Сына Человеческого. Ибо как во дни Ноя перед потопом люди ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел вновь в ковчег. Знаете, однажды Бог сказал, развратилась всякая плоть. Развратилась всякая плоть. Я не хотел бы перечислять всех этих моментов разврата, которые были в допотопном мире. Но когда Библия говорит, развратились, похоже, что Бог отмечает что-то очень такое серьезное и негативное. И похоже, что система того времени, она не сломала Ноя. Она его не сломала, но и остался праведным. И Бог говорит, что из всех людей, которые тогда жили, Он увидел его праведным. И это вдохновляет нас, правда? Чтобы рядом не происходило, это не может меня сломать, если у меня отношения с Богом хорошие. Это очень важный момент, который я хотел бы отметить сегодня. Вы знаете, еще один момент хотел бы отметить, что семья Ноя, она стояла на переломе между прошлым, я бы назвал прошлым, может быть, даже сказать, не то что поколением, а целым таким вот народом, что ли, и будущим. Между прошлым и будущим. Бог хотел уничтожить злое и построить будущее прекрасное. И для этого Он выбирает семью Ноя. Обратите внимание, как много может сделать один человек. Как много может сделать доброго. И в то же время другой человек может сделать слишком много плохого. И мы об этом тоже сегодня поговорим. Через праведного Ноя Бог хотел создать правильное отношение и правильную цивилизацию, давайте так скажем. Но вы знаете, что дьяволу это не нравится? Вы знаете, что когда все хорошо, говорят, что-то уж слишком все хорошо. Надо уже быть как-то настороже. Не знаю, ли вы это проходили в своей жизни. Но дьяволу это не понравилось. И он сказал, окей, Богу, ты занимайся стариками, а я займусь теми, что помоложе. И он постучался в сердце Сима. Один из сыновей Ноя, старший, похож. Он стучится и говорит, хотел бы с тобой пообщаться. Но, похоже, у Сима были настолько добрые отношения с Богом, он не открывает эту дверь и не дается это не место. И говорит, нет. Он стучится к Иоафету, это меньше. Тот реагирует точно так же. Он дверь дьяволу не открывает. И он постучался к хаму. И все эти, кстати, вот три сына, они видели прошлую жизнь. Они видели прошлый разврат. Картины в голове у них остались. Один из них говорит, окей, да, чем могу быть полезным. Чуть позже мы об этом поговорим. И через хамо дьявол начал возрождать цивилизацию греха. Знаете, сквозь поколения мы сегодня можем просматривать, кто какой выбор в жизни делал. И связь поколений очень важна. Поэтому сегодня, друзья, как важно, чтобы отцы, чтобы родители подавали прекрасный пример в своих семьях. Я не могу сказать, что это всегда получается, что все дети одинаково принимают, но максимально это работает положительно. Когда в семье дети видят прекрасный пример. Матфея 13 глава, 10 текст. Матфея 13, 10. И приступив, ученики сказали ему, а для чего ты говоришь притчами им? Иисус сказал им в ответ. Для того, что вам дано знать тайны царствия, а им не дано. Друзья мои, тайны царствия, это вот эта истина, которую мы сегодня изучаем. И не всем ее легко понять. Поэтому Бог создал церковь, куда приходят люди для того, чтобы легче понять. Сегодня мы в субботней школе размышляли над этой серьезной темой, что означает начертание зверя, куда его там принимать будут, и как это будет выглядеть. И мы поняли, что самостоятельно дома изучить это невозможно. Мы поняли, что есть церковь, есть классы, есть изучение Библии. И это очень важно. И вот для того, чтобы познать тайны царствия, Бог сказал, я создам церковь на земле. И вот поэтому сегодня вы находитесь здесь, где мы вместе изучаем Божье Слово. И 31-й текст этой же 13-й главы Матфея говорит следующее. Матфея 13, 31. «Иную притчу предложил им, говоря, «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое взял человек и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастает, бывает больше всех злаков и становится деревом. Так что прилетает птица небесная и укрывается в ветвях его». Я думаю, что многие из вас видели горчичное семя, правда? Это такая маленькая горошина, ну просто в руки взять нечего. А вы видели деревья, которые растут? Нет? Не видели? А они есть. А они есть. И я видел лично эти деревья. Я не сильно понимаю в этом. Наташа больше понимает. Она говорит, вот это горчичное дерево. И прямо вот эти вот, горчичные семена, прямо в стручках вот этих. Это очень большое дерево. Но суть в том, что, друзья мои, как хорошее, так и плохое начинается с малого. И вот это горчичное зерно, это то, что мы можем сеять в нашей жизни. Или кто-то сеет в нашу жизнь и зависит, прорастет оно или не прорастет от того, откроем мы дверь возможности или не откроем. Как это сделал Хам или это как не сделал Сим и Афет. Скажу вам, что Соединенные Штаты, Америки, они были основаны в 1776 году. Причиной основания послужило то, что люди искали политическую и религиозную свободу, убегая из своих стран. И здесь они ее нашли. И здесь они ее нашли. И в Конституции слово Бог упоминается неоднократно. И она построена на этих принципах. Но сегодня, друзья, вы знаете, что это месяц ЛГБТ. Праймарис. Вы знаете, нет? Не знаете? Будете знать. В аэропорту везде висят флаги, везде все. Я вчера смотрел новости и увидел, что возмущение в обществе пошло, потому что флаг в Соединенных Штатах всегда должен стоять в центре композиции. Но в этом месяце в центре композиции стоит другой флаг. А штатовский флаг где-то по сторонам. И в этот месяц, буквально на этой неделе, Белый дом пригласил себе от трансгендеров показать, чего достигла страна за 247 лет. Друзья мои, эти зерна, они были посеяны дьяволом сразу еще после потопа. И хам сказал, окей, я согласен. И мы об этом чуть позже почитаем. Так проникает грех. По чуть-чуть. Так проникает грех. Вот так горчичные зерна атеизма, антисемитизма и грехи, грехов Содома, они сегодня проникли в наше общество. И, к сожалению, к большому сожалению, проникает и в нашу церковную семью. Что-то где-то по чуть-чуть. Наша задача с вами стоять на страже этого. Стоять на страже. И смотреть, кому я открываю свое сердце и свой разум для влияния. Если это влияние Божьего Слова, да. Если это влияние добра, да. Но если влияние греха, помните, оно разрушает. Оно разрушает. И мы сегодня думаем, почему сегодня такие большие деревья повырастали этого греха. Как греха? Содомских грехов. И сегодня это настолько почетно, что сегодня даже в церквях об этом проповедуется. Антисемитизм. Когда я считаю, что моя национальность, она лучше, чем твоя. А кто тебе дал это право? Я знаю, кто тебе дал. Ты его получил у дьявола. И поэтому ты сегодня не пользуешься. А Бог не дал право ни одного человека ставить ниже. То, что человек сегодня это делает. К сожалению. Сегодня мы думаем, как уберечь наших детей от зла. Как сохранить их. какое учебное заведение отдать. В какой садик отдать. Чтоб случайно им ничего там не насадили. Я хочу сказать, что меня больше всего восхитило в Японии. И обрадовало меня, что дети семь лет, восемь лет они берут свой рюкзачок. У них есть форма школьная. Они берут зонтик, потому что дождь капал, и идут в школу. По тротуару. Просто так. Без мамы, без папы, без сопровождающих. Без сопровождающих. Побежали. Светофор. Подождали. Перешли. Побежали. Думаю, с кем-то. Буду смотреть. Думаю, сейчас же где-то взрослый подойдет. Мы же живем в хорошей стране, свободной. Тут же все так. Оказывается, есть лучше. Я говорю, слава Богу, что и на этой земле есть еще какое-то доверие и безопасность в каких-то странах, цивилизованных странах, где дети могут идти свободно. в школу. И этот грех не насаждается. Знаете, вот этим островком, вот этим местом, где мы можем уберечься от этого зла и греха, является церковь. И сегодня я очень рад, когда я вижу детей здесь, потому что я так понимаю, что родители сделали правильный выбор. привезти ребенка сюда. И вот здесь вот стоят они наизусть или читают, или им подсказывают. Но это доброе семя, это сеется, как горчичное зерно, которое когда-то принесет плод вот в это дерево. И когда нас не станет, это обязательно произойдет, можете не сомневаться, нас когда-то не станет. они займут наше место. И вот это дерево добра они будут провозглашать дальше. Понимаете, это очень важно. И сегодня мы как церковь, мы как церковь, мы должны садить вот эти зерна любви, добра и веры в Бога. это я хочу сказать, что посещая эту страну, Японию, я увидел, что все, что люди говорят, много, знаете, много, как управлять всем этим. Одно Токио насчитывает 34 миллиона. Одно Токио 34 миллиона. Это много, друзья. Но бесчинства нет. Я не встретил ни одного полицейского на улице. Я не встретил ни одной полицейской машины. Наташа где-то увидела, быстро сфотографировала где-то одну. Это за все время пребывания там ни одного вертолета, который бы уже искал где-то преступника. Ни одного. Я тогда, когда мы с гидом ехали на одном из этих ездят наверху на автобусе туристы, я говорю, а почему, как? Он говорит, не надо, у нас нету криминала. Может где-то есть, но он такой, знаете. Я говорю, слава Богу, но меня взяла ревность, большая ревность. Почему в буддийской стране есть, а в христианской нету? Это страна буддистов. Люди чтят, очень чтят. Храмы, все остальное, это на высоком уровне, это много всего, тысячи людей ходят туда. Мы придем, думаем пораньше, в 7 часов утра пойдем в храм, не спится, знаете, мы же отсюда приехали, там другое время, пошли к храму, приходим, а там полно людей, а там люди поклоняются. Знаете, мы можем позволить дьяволу посадить зерно вот в наше сердце, вот это маленькое горчичное, а можем не позволить даже приблизиться к нам, к нашим жилищам, к нашим детям, к нам лично, даже не приблизиться, потому что это то, что Бог дал нам, это наши дети, это святое наследие, которое мы должны хранить и они должны учить других. Яков очень просто пишет, очень просто, Яков 4,7, очень просто, он говорит, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас, с чего начинается? Если мы поменяем местами и попробуем противостать дьяволу, у нас ничего не получится, потому что первая строчка упущена, посмотрите, с чего начинается, первое, это покоритесь Богу, а потом уже вы сможете противостоять дьяволу, поэтому человек, не приходя в церковь, не изучая Слово Божие, не имея с ним отношений, пытается воевать, как-то отбить своих детей, как-то сохранить себя, а у него ничего не получается, и в конце концов теряет все и говорит, да, ничего не получается, опускает руки, но когда мы читаем, очень просто написано, сначала покоритесь Господу, а потом все, противостоите дьяволу, Мартин Лютер Кинг однажды сказал, несправедливость где-либо является угрозой справедливости везде, повторю еще раз, несправедливость где-либо является угрозой справедливости везде, подумайте, это глубоко, Иисус, вы знаете, привел пример закваски, он в Евангелии от Марка 8.15, Евангелии от Марка 8.15 говорит следующее, он заповедал им, говоря, смотрите, берегитесь закваски фарисейской, закваски иродовой, можно еще много добавлять, что такое закваска? Я, как вы знаете, по кухне в общем никак, ноль, но знаю, что такое закваска, это дрожди, это может быть другого вида закваска, и когда ты ее кладешь в тесто, его очень мало, этого теста, и закваска еще меньше, там ее, ну, граммы, но оно начинает расти в соответствующей температуре, там, мама моя хлеб пекла, я видел, и вы знаете, Иисус приводит этот пример, и он говорит, берегитесь, потому что маленькое что-то, если то же самое, как горчичное зерно, посадят в ваше сердце, или поместят, оно потом принесет большие результаты, хорошего или нехорошего, в данном случае, когда он говорит, берегитесь, значит, что-то было нехорошее, и давайте мы прочитаем сам сюжет, Бытие, 9 глава, 18 текст, Бытие, 9,18, Сыновья Ноя вышли из Ковчега, они были Сим, Хам и Афет, Хам же был отец Ханана, сие трое были сыновьями Ноевыми, и от них населилась вся земля, это то, о чем я сказал, это как раз вот этот перелом плохого и хорошего, Бог хочет, чтобы плохого больше не было, и чтобы было только хорошее дальше, и избирает эту семью, и говорит, я увидел тебя праведным, вот от тебя теперь будет все дальше праведное, от них зависело будущее цивилизации, не только количественно, но и качественно, и Бог, Он, написано ставит ставку на Ноя, Он видит его, как горчичное зерно, возрождение проклятой цивилизации, а дьявол, он ставит ставку на Хама, который тоже был горчичным зерном, возрождение проклятой цивилизации, цивилизации. Знаете, хочу сказать, что праведный Моисей, он жил в греховной цивилизации, но вы знаете, он не сливался с культурой того времени, не сливался с культурой Египта. И у меня вопрос, какой культуре мы себя относим, какой цивилизации, какое царство мы представляем, какая культура внутри нас, какое семя, какая закваска начала расти внутри нас. той цивилизации, до потопа или после потопа, который Бог желал и планировал создать. Девятая глава Бытия, 20-й текст. Ной начал возделывать землю, насадил виноградник, выпил от вина, опьянел и лежал обнаженный в шатре своем. Похоже, Ной занимался земледелием до потопа и после потопа возродил опять свой бизнес и начал опять садить виноград, может, другие, какие-то деревья. И дальше написано в 22-м тексте и увидел хам отец Ханана наготу отца своего и войдя и выделение рассказал двум братьям своим. Сим же и Афет взяли одежду, положили на плечи свои, подошли задом, покрыли наготу отца своего, лица были обращены назад и они не видели наготы отца своего. Ну и проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его. И слушайте дальше. И сказал, проклят Ханаан раб рабов, будет он у братьев своих. за что такое сильное проклятие. Вы знаете, проклятие и благословение имеют огромную силу. Огромную силу. И это дети того времени понимали. Помните, когда Исаф потерял благословение первородства. И он говорит, благослови меня, неужели ли у тебя одно благословение? И написано, да распространится Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симонных. Ханаан же будет рабом ему. Почему Бог проклинает Ханаана? Ведь это же внук. Вы знаете, через сотни лет, когда народ израильский придет, чтобы овладеть землей, она тоже будет называться Хананской. И к сожалению, Бог скажет, истребите эти народности здесь, чтобы вам войти в эту землю и овладеть сию. Горчичное зерно, которое было посажено очень давно, Хам и Ханаана, оно дало свои результаты. Нечто подобное произошло тогда, когда Бог решил уничтожить Содом и Гоморру. Но только там был Лот и тоже пьяный. А спали с ним его дочери, а не сыновья. И опять же, перелом. Это грех, который Бог желает уничтожить и говорит Лоту, я увидел тебя праведным. Что происходит дальше? Бытие 19 глава 35 текст об этом говорит. Бытие 19 35 Напоив отца свое вином в эту ночь вошла младшая и спала с ним и не знал когда она легла и когда встала. она сделалась. Сделались обе дочери беременны от отца своего. И родила старшая сына и нарекла ему Илья как? Маав. Друзья? Это друзья израильтян? Или враги? А другая родила тоже и назвала Амин, то есть Аммонитяне. Филистимляне, Маавитяне, Аммонитяне это вечные враги Божьего народа. Друзья, грех Христос сказал как закваска. И он сказал следующее. Вы просто берегитесь ее. Пусть Господь благословит нас, что мы помнили, что и кому мы позволяем сеять в наши сердца и в сердца наших детей. Аминь. Помолимся. Господь, мы очень благодарны Тебе за благословение, которое мы испытываем от Тебя каждый день. За слово Твое, которое Ты оставил в Священном Писании. За народ Твой, за детей, которые приходят в церковь для того, чтобы услышать это слово и как доброе семя, чтобы оно посеялось в сердце наше. Прости, когда что-то не так. Когда мы не являемся добрым примером для наших детей, для наших внуков, прости за это и помоги нам быть такими, какими Ты желаешь нас видеть. Благослови всю нашу церковь. Благослови те семьи, где нет мира. Благослови те семьи, где нет понимания. Благослови те семьи, где сегодня эти проблемы греха, как то зерно растет. И благослови нас, чтобы мы могли и учить, и сами быть примером сеять только доброе. Просим благослови всех, кто сегодня находится в этом зале, и тех, кто не смог прийти, услышь молитву во имя Иисуса. Аминь.